Они выходили на публику в черных балахонах. Теперь танцуют стриптиз и сверкают трика стиль ценности. Полночь 2, 19 апреля 2019 года «Ледяные страсти». Они выходили на публику в черных балахонах. Теперь танцуют стриптиз и сверкают трика. Татьяна Навка и Роман Костомаров фото «Владомирис», «Бонгардс», «Гетти имиджис». Очередной сезон в фигурном катании завершился триумфом россиян на чемпионате мира, где сборная победила в медальном зачете. Пользуясь межсезонем, лента.ру решила вспомнить, как эволюционировали костюмы фигуристов и фигуристок, пройдя путь от пальта и длинных юбок до синтетических костюмов от топовых дизайнеров. Фигурное катание – спорт парадоксальный. В нем уже без малого 30 лет нет фигур, а с введением новой системы оценок стало малое катание. Это едва ли не единственный вид спорта, побывавший в программе и летний. И зимние олимпиады. И это единственный вид спорта, в котором золотых медалей добивались и Российская империя, и Советский Союз, и Российская Федерация. Наконец, это один из старейших видов спорта. Он начал формироваться еще в первой половине 18 века, а официально был признан в 1871 году на Конгресс и конькобежцев. За свою долгую историю фигурное катание прошло огромный путь от неспешного начертания различных фигур на льду в длинных платьях и строгих костюмах до четверных прыжков в юбках, едва прикрывающих пятую точку, и обтягивающим трика. Причем эволюция внешнего вида фигуристов была заметно быстрее, чем изменения в правилах. Фото Участники соревнований по фигурному катанию в рамках летних Олимпийских игр 1908 года в Лондоне, собранные вместе с помощью фотомонтажа. 1.6 Спортсмены по очереди выполняли каждую из обязательных фигур, так что между выездами на лед проходило много времени. Фигуристы носили шерстяные пиджаки и брюки, белые рубашки со стоячим воротником, шляпы-котелки или кепи. Женщины отдавали предпочтение длинным юбкам, теплым шерстяным жакетом и меховым манта, а на голове непременно возвышалась широкополая шляпа. Пиджаки расшивались яркими нитями, а воротник и рукава оторачивались мехом. Одним из первых, кто задумался над важностью внешнего облика спортсмена, стал великий шведский фигурист Ульрих Сальхов, который во время чемпионата мира 1903 года в Санкт-Петербурге появился на льду в обтягивающем белом трикой легкой куртке. Создавалось впечатление, что швед буквально парит надо льдом. Впечатленный этим решением Сальхова российский фигурист Николай Панин-Коломенкин сменил широкие шаровары, чулки и пиджак на ритузы и куртку с тисемками на груди, как у русских стрельцов. Панин был одним из первых, кто внес в костюм национальный колорит. Фото Раул Фонетца, AP Несмотря на то, что в 1950-е годы соревнования все еще проводились на открытом воздухе, фигуристы начали отказываться от теплой, но тяжелой верхней одежды. На фото триумфатор игр в картина Дом Пьетцо 1956 года американец Хейс Алан Джин Кинс, выступавший в одной рубашке. 1-4 Тем не менее девушки по-прежнему выступали в трико с длинным рукавом и прикрытыми плечами, а декольте отсутствовало как класс. Апофеозом этого застоя стал пьедестал Олимпийских игр в Гренобле в 1968 году. В фисташковое платье чемпионки из США Пеги Флеминг сшила ее мама, да и синие платье серебряной призерки Габриэля Зеферт, представлявшей ГДР, отличалось лишь плиссированной юбкой и другим цветом блесток на воротнике. Больше откровенности в нарядах фигуристок появилось только после сексуальной революции 1960-х годов. Та же Зеферт позволила себе выступать без лифчика, так что ее соски были видны публике. Приличные люди Внешний вид фигуристов изменялся вместе с менстримовой модой. Так, в 1930-е годы обычным делом стали плюс четыре мешковатые короткие штаны, получившие свое название из-за того, что их нижний край находился в четырех дюймах ниже колена. Брюки заправлялись в гольфы, а на тело надевались пиджаки и рубашки. Галстуки сменили бабочки, а помимо черных и темно-синих костюмов появились и серые. Хотя на соревнованиях самого высокого уровня темные цвета по-прежнему оставались неписанным дресс-кодом. Единственной возможностью сделать свой внешний облик ярче были шейные платки, галстуки и широкие поясные ремни. А вот шляпы ушли в прошлое, так как теперь спортсмены получали штраф в случае, если во время исполнения программы что-то падало на лед. В 1950-е годы в моду вошли двубортные пиджаки и брюки с лампасами. Именно так выглядел чемпион Олимпиады 1956 года в картина Дампетсу Хейсалан Дженкинс. Свой внешний вид американец дополнил узкой бабочкой, а не более привычным в предыдущие годы галстуком. Верхом смелости и оригинальности можно считать внешний вид олимпийского чемпиона Санкт-Морица, 1948 год, Дика Батона, который надел поверх рубашки свитер с геометрическими фигурами. Спустя 12 лет в Гренобле внешний вид фигуристов почти не изменился, лишь однобортные пиджаки вновь сменили двубортные. Надеть вместо пиджака жилетку или водолоску вместо рубашки лидеры себе вполне могли позволить. Изменились разве что материалы. Эластичные пиджаки и смокинги шились их синтетических тканей вроде спондикса. Фото, Color Sport, Shutterstock, Rex, Алексей Уланов и Ирина Роднина вывели фигурное катание на новый уровень не только с точки зрения исполнения, но и внешнего вида. На фоне скромных платьев американских одиночниц яркие наряды с национальными мотивами советской спортсменки выглядели революционно. На фото, Олимпийские игры в саппоров в 1972 году. 1.6. Например, чемпионы саппоров в парном катании Ирина Роднина и Алексей Уланов. Если внешний вид Алексея мало отличался от фигуристов прошлого десятилетия, то платье Ирины было коротким, S-V-образным вырезом, да еще и расшиты узорами. Но уже в следующем цикле внешний вид партнера вполне соответствовал партнерша Ирина каталась в платье, украшенном блестками, а у ее нового партнера Александра Зайцева блестками была расшита модная тогда рубашка с большими уголками воротника. Начиная с середины 1970-х годов костюмы фигуристов в парном катании представляли собой единый ансамбль, а их дизайн подбирался исходя из музыки и программы. Так Роднина и Зайцев исполняли свою легендарную программу под музыку народной песни «Калинка», одетые в красное. Более того, расшитые блестками костюмы были зеркальным отражением друг друга, у Александра блестящий узор располагался с правой стороны груди, а у Ирины с левой. При этом Зайцев выступал в водолазке без какого-либо пиджака или жилетки, а его брюки по моде были расклешенными. Всего за несколько лет мужской костюм фигуристов пережил невиданную ранее революцию. Удивительно, но конкуренты советских фигуристов и фигуристок из западных стран одевались куда консервативнее. Внешний вид олимпийской чемпионки в одиночном катании 1976 года Дороти Хамил запомнился разве что прической пажа, которая после ее победы стала суперпопулярной в США. Но в 1980-е годы волна экспериментов накрыла фигурное катание по всему миру. Женские платья становились все более прозрачными, воздушными и едва прикрывающими тело, а фигуристы начинают соревноваться в том, у кого на костюме больше блисток, чьи цвета ярче, а фасоны безумнее. Тон в ледовой моде задавали британцы. Первым экспериментатором стал еще в 1976 году Джон Карри, выступавший в черной жилетке с глубоким вырезом поверх бежевой рубашки с объемными рукавами. Спустя четыре года Роберт Казинс пошел еще дальше и отказался от какой-либо классики в своем внешнем виде. Черный лангслив с глубоким вырезом, обильно украшенный блестками, и черные слегка расклешенные брюки. Фото на Олимпийских играх в Сараево представительница ГДР Катарина Витт еще выглядела достаточно скромно. Спустя четыре года ее наряд едва прикрывал бедра и ягодицы, что и привело к введению в спорте дресс-кода. Оба раза немка становилась олимпийской чемпионкой. 1-6 За англичанами последовали канадцы и американцы. Костюмы стали ярче, в моду вошел минимализм, простые геометрические принты, а в парном катании партнеры начали использовать одинаковые принты и цветовые решения. Считалось, что это не только делает катание красивее, но и скрывает некоторые огрехи в исполнении. О, спорт, третий адр. Начиная с Олимпийского цикла, предшествующего играм в Калгаре в 1988 году, фигурное катание превратилось в настоящий театр на льду. По крайней мере с точки зрения костюмов. Конец 1980-х вошел в историю спорта как битва Брайанов, одиночников Брайана Арсера и Брайана Бойтона из Канады и США соответственно. Оба часто выбирали яркие, но при этом мужественные образы, схожие с балетными. Бойтона выходит на лед в костюме, напоминающем офицерский мундир уланов или драгунов, а костюм Арсера похож на мундир щелкунчика, который в свою очередь в балете тоже чаще всего драгунский. Материалы по теме.